В марте этого года Российский Международный Олимпийский Университет стал площадкой для проведения первого форума «Спортконнект». Крупнейший российский инвестор и создатель горнолыжного курорта «Роза Хутор» группа «Интеррос» представила еще один проект. Тематический клуб продолжил встречи ведущих практиков спорта. «Интеррос» всегда был и про содержание, и про спорт, потому что наш основатель Владимир Потаин, если кто-то, может быть, не знает, он был одним из главных движителей идеи соорийских игр в Сочи. Мы могли бы пройти мимо того, что у нас в стране не очень много качественных спортивных менеджеров, и выступили соучредителями Российского Международного Олимпийского Университета». Главная особенность обучения – проведение семинаров и встреч с известными спортсменами и практиками. В июне на заседании клуба «Спортконнект» спикером выступил Илья Авербух. Теперь о жизни после спорта говорил Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион рассказал студентам о своей травме, за которой ему пришлось уйти с арены большого спорта, как благодаря своему тренеру и другу он смог продолжить кататься, и как важно каждому человеку быть не только уверенным в себе, но и стараться проявлять себя в разных делах. «Я желаю, чтобы у всех людей был именно такой внутренний заряд, который их будет подталкивать. Но судите, не судите строго, но понятно, что таких единиц, может быть, людей, которые внутренне встают и думают, так, а что бы сделать, что бы сделать, такие энерджайзеры. А вот для таких людей, у которых нет вот этой, например, подпитки внутренней, нужны как раз те люди, которые находятся рядом, которые и будут направлять нужные руслы». Такие встречи клуба «Спортконнект» планируется проводить регулярно, ведь они могут стать полноценной коммуникационной платформой для профессионалов из различных областей спортивной отрасли. Кстати, «РМО» славится и своей издательской программой. В ходе заседания клуба была презентована новая книга «Олимпийское движение. История и современность». Совместная работа известных российских историков позволяет читателю пройти от древней Олимпиады до игр в Сочи. «У нас есть тот исторический фон, который позволяет увидеть совершенно в новом ракурсе Олимпийское движение, его историю и современность. Вот это отличие книги от всего предыдущего, это ее особенность. И там есть много нового архивного материала. Более того, ведь Олимпийское движение развивается. Есть такие вещи, которые сразу неизвестны. Ну, например, у нас есть архив в университете. Мы его еще не весь обработали. Но как только он будет весь обработан и станет доступен исследователям, вы узнаете много интересного об Олимпиаде в Сочи». Тираж книги. Более тысячи экземпляров. Ее можно приобрести в книготорговых сетях и интернет-магазинах. Сейчас готовится к печати еще одно издание. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.